Почему мы не помним прошлые жизни? Иногда люди задают такой вопрос. Если в этой жизни мы страдаем за грехи, совершенные в прошлых рождениях, то какой смысл в таком наказании? Ведь я не помню своих рождений, а тем более всех грехов, которые совершил. Вполне справедливое замечание, не правда ли? Этой статьей я попытаюсь ответить на этот вопрос, и ответить не только с религиозной точки зрения, но и с позиции логики. Тем, кто вообще сомневается, что мы живём не один раз, советую изучить исследование известного доктора медицинских наук Яна Стивенсона. Веды говорят, что мы в различных формах, коих существует 8 миллионов 400 тысяч, живём миллионы жизней. Всё это время, мы своими поступками, хорошими или плохими, накапливали карму и отрабатывали её. Для тех, кто не понимает, что такое карма, кого пугает этот термин или кто считает его религиозным, объясню на более понятном языке. Карма – это синоним судьбы или, выражаясь более научно, причинно-следственный круговорот событий. Проще говоря, что посеешь, то и пожнёшь. Когда хорошие поступки перевешивали плохие, мы получали красивые здоровые тела, и наша жизнь становилась успешной. А когда перевешивали греховные поступки, мы рождались в больных и уродливых телах, и влачили нищенское существование, поносимые и побиваемые другими. Когда благочестивых и греховных поступков было примерно поровну, жизнь наша ничем особо не выделялась, и в ней было примерно одинаковое количество страданий и радостей. Если чаша наших грехов слишком сильно перевешивала, то нам приходилось страдать в местах, мягко говоря, не самых благоприятных, на адских планетах. И, очистившись, мы, получив тело животного, снова начинали свой эволюционный цикл, развиваясь из жизни в жизнь, меняя тела, до человека. И так может продолжаться очень и очень долго. Это называется колесом сансары. А теперь представьте себе, что вы в какой-то момент вспоминаете хотя бы малую часть этого круговорота, и вам зачитывают бесконечно долгий приговор, перечисляя миллионы совершенных грехов и прегрешений, подробно поясняя, что за что, когда и почему. Вы просто сойдете с ума, и еще больше запутаетесь. Не следует также упускать тот факт, что в прошлых жизнях у вас были друзья, семья, привычки и предпочтения, собственность, да и вообще другая родина. Если вам удастся вспомнить хотя бы 2-3 предыдущие жизни, то у вас без должной подготовки разовьется раздвоение или расстроение личности, а это, как известно, уничтожит вашу психику. Короче говоря, наш мозг всё это вынести не в состоянии. Однако до какой-то степени мы можем понять, чем занимались в прошлых рождениях, и механизм этот работает так. Каждый человек неосознанно переносит свои таланты, предпочтения, принципы, вкусы из одного тела в другое, и таким образом можно примерно предположить, к чему в прошлой жизни мы питали особый интерес. Этим объясняется, как говорят врождённый талант ребёнка, какому-либо делу. Если пятилетний ребёнок почти мгновенно схватывает азы игры на музыкальном инструменте, умён не по годам, искусен в каком-либо виде спорта или хорошо рисует, то со всей определённостью можно сказать, что в прошлой жизни он достиг в этом немалых успехов. То же самое касается пристрастий к воровству, к блуду, к обману, насилию и т.д. Фобии и страхи тоже остаются с нами. Каждый из нас может на основе нынешних предпочтений проанализировать свою личность и сделать соответствующие выводы. А также в этой жизни создать себе условия жизни в следующей. Если вы хотите жить богато, но в этой жизни вам такое счастье не светит, то совершайте как можно больше благочестивых дел, помогайте людям и занимайтесь благотворительностью по мере своих сил, и в следующем рождении вам гарантирована сытая и богатая жизнь. Хотите родиться мудрецом или очень властным руководителем, развивайтесь в этих направлениях уже сейчас. Как видите, всё устроено очень справедливо и разумно. У каждого есть шанс изменить свою жизнь даже в этой жизни, не говоря уже о следующей. Есть ещё один очень важный момент, подтверждающий справедливость всего миропорядка и заботливое участие Высшего Творца в нашей судьбе — совесть. Это уникальный механизм предупреждения греховной деятельности, встроенный в каждого из нас. Согласитесь, лучше заранее знать, чего делать не следует, чем потом расплачиваться за содеянное. Посредством совести Всевышний денно и ношно руководит нашими действиями, милостиво подсказывая нам, что благо, а что грех. И лишь мы сами виноваты в том, что не хотим прислушиваться к этим настоятельным рекомендациям. Каждый знает, что засорять природу — плохо, сквернословить — плохо, травить себя и других алкоголем и сигаретами — плохо. Изменять, лгать, воровать, завидовать, предавать, причинять насилие невинным животным и насекомым и так далее — плохо. Но если мы вопреки совести делаем всё это, то кто виноват? Где же тут несправедливость? Совесть нам буквально кричит «Остановись, не делай этого». Но мы сознательно заглушаем сей праведный посыл и, призывая на помощь изворотливый ум, ищем оправдание своим греховным действиям. «Я же такой слабый. Я всего лишь жалкий человек. Меня вынудили, обхитрили. Природа сильнее меня. Это у меня с рождения. Нужно быть безжалостным, чтобы выжить. Начну меняться с завтрашнего дня и так далее». Так в постоянных поисках оправданий своим слабостям пролетает наша никчёмная жизнь, а на пороге смерти, которая, кстати, приходит зачастую очень внезапно, поздно уже что-то менять. А далее всё происходит автоматически, по справедливости. Каждый получает то, что заслужил, исходя из накопленной суммы благочестивых и греховных поступков, он отправляется страдать, наслаждаться или жить примерно так же, как и жил. Причём самое интересное, что из памяти стирается только то, что может принести человеку большие беспокойства и не имеет для его развития особого значения. Но что касается привычек, навыков и знаний, то всё это остаётся с нами навсегда. Мало того, если человек развивается духовно, то даже если он не сумел за одну жизнь получить освобождение, мукти или пхакти, то есть достичь высшей цели человеческого существования, он в следующем рождении очень быстро вспомнит всё то, чему ранее учился, и продолжит с того момента, на котором остановился его прогресс. То есть все заслуги человека, идущего путём духовного саморазвития, все плоды его аскез, молитв, служения и т.д. сохраняются, и в дальнейшем способствуют его скорейшему пробуждению от пут иллюзорной энергии майя. Из всего вышесказанного можно заключить, что мир устроен очень разумно, и кажущаяся несправедливость, связанная со стиранием воспоминаний прошлых жизней и сокрытием причины страданий, при детальном рассмотрении оказывается благом для заблудшей души, которую, несмотря на все её бесчисленные прегрешения, никогда не лишают потенциала развития.